Уже не первый год продолжается эпопея с добычей песка в районе мыса Фиолент. Компания «Суэста», используя принадлежащие ей суда Трофа и Печора, ведёт деятельность, не считаясь с ущербом, наносимым экологией региона. Оценка воздействия на окружающую среду, которая называется АГОС, мы тоже не получили. То есть, на настоящий момент этого у нас нет. И ответа никакого нет, есть ли он вообще этот АГОС, есть ли он вообще этот проект. Процесс восстановления, ну это будет сотни лет. Формирование было 15-10 тысяч лет. Поэтому по факту данная территория подверглась действительно серьёзной тропогенной нагрузке. В этом году городской совет запретил «Суэсте» добывать песок в нашем регионе. Заинтересовалась деятельностью компании и прокуратура, говорят организаторы пресс-конференции. Однако учредители нашли хитрый способ выйти из ситуации – перерегистрировать фирму в Донецкой области. Далее последовалось заявление в суд, который встал на сторону предпринимателя. Тайком фактически мы узнали, вот окольными путями, вот спасибо журналистам и общественникам, что «Суэсте» перерегистрировался в Донецке. И там подала в суд на Министерство надрогеологии по поводу того, что признать незаконным отмену их лицензии на добычу в акватории Севастополя. Это, конечно, вопиющий факт, когда, собственно говоря, громаду, когда на её территории совершаются такие действия, просто даже в качестве третьей стороны не признали. По словам общественников, исходя из существующих документов, компания может когда угодно начать добычу песка в любой точке прибрежной зоны. А это приведёт к непоправимым последствиям, подчеркнул Николай Подоляко. Сейчас сложилась ситуация, когда Севастополь должен воедино стать против этих злодеев, которые хищенским способом ведут добычу песка не только в Севастополе, но в данный момент это северо-запад Крыма погибает, ну, скажем так, ежесуточно, по сути дела. Чтобы не допустить экологической катастрофы, ряд общественных организаций города подписали обращение в Кабинет министров и Верховную Раду с просьбой вмешаться в ситуацию и раз и навсегда запретить добычу песка во всей морской акватории Украины. Направить свое обращение намерены и депутаты. Председатель городского совета Юрий Дойников пообещал провести консультации по данному вопросу с народными избранниками лично, убедив их в необходимости данного решения. Утвердить обращение планируют 17 сентября на сессии городского совета. Олег Савченко, Олег Иваченко, программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин